Начнем с главного. Люди ищут себе самый дешевый вариант няни. Есть агентства, которые подбирают няню, работницу, проверяют тщательно, в агентстве психологи беседуют с кандидатами, оперативные сотрудники собирают материал, что за человек, и его рекомендуют в ту или иную семью. Но подавляющее большинство хочет подешевле, попроще и побыстрее. Здесь надо, во-первых, заплатить агентству. Во-вторых, агентство официально предъявляет кандидата, надо платить зарплату и налоги. На это не все готовы. Все хотят попроще, а что попроще, то и похуже. Что в данном случае мы имеем? В данном случае, давно психически больную женщину, которая между приступами болезни, а болезнь протекала у нее приступообразна, была вполне адекватна, так скажем. И поскольку ребенок был тяжело болен, а она посторонний человек, таких эмоций, которые у родителей трагических, не было, она занималась больным ребенком, как занимается, ну, няня, сестра, медсестра, кто угодно, без личной эмоциональной охваченности. И она хорошо занималась какое-то время, пока не пришла пора ее психическому заболеванию вспыхнуть. Оно вспыхнуло, и мы получили то, что мы имеем. И убийство ребенка, и отрезанную голову, и поджог квартиры, все получили сразу. Готова ли она была сама к этой вспышке, или ее к этому что-то подвело, подчеркиваю, что-то, она могла перестать принимать лекарства, она могла начать употреблять алкоголь, у нее могли возникнуть проблемы в личной жизни, один муж, второй муж, нестыковки. То есть могли быть внешние факторы, которые вызвали обострение имеющейся у нее болезни. И мы получили то, что мы получили. Продолжение следует...